Приветствую вас, Татяна. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вы знаете, начать мне хотелось бы некоторого противоречия, которое я увидел у вас в тексте. Дело в том, что вы пишите, что молодой человек может прийти к вам грязный, неопрятный, в общем, в нечистой одежде. И так с вами гулять. Но при этом вы говорите о том, что он чистоплотный и как сразу попадает домой, сразу в душ. На мой взгляд, есть некоторое противоречие. Странно, если вы называете человека чистоплотным и говорите, что он чистоплотный, он там моется при первой возможности и так далее, но при этом к вам приходят, допустим, грязные или нечистые одежды, ну, это как бы свидетельствует, как раз таки, о нечистоплотности. Вот. Мне кажется, что здесь есть некая трудность в восприятии, в первую очередь. Вот. Дальше. По поводу того, что он приостанивается в присутствии других девушек определенного типа. Смотрите. Ну, вы не пишете возраст, а свой. И возраст молодого человека. Конечно, если бы написали, было бы немного лучше, немного больше информации. Но, по факту, если молодой человек действительно молод и все, то он просто не нагулялся. И еще вот для него важно почувствовать себя мужчиной с замцом с другими женщинами. Ну, женщинами определенного типа. Я полагаю, что вы ревнуете, я полагаю, что вас это задевает. Я полагаю, связано это с вашей самооценкой. И я полагаю, что эту самооценку не может не чувствовать ваш мужчина. Не может ее не ощущать ваш мужчина. Вот, потому что, потому что это чувствуется достаточно сильно. И это также может провоцировать его на такое поведение. Вот, на поведение, собственно, с другой девушкой вести себя так. Потому что вас завоевывать не надо. Вы и так рядом с ним. А другую девочку вот, собственно, надо завоевывать. Поэтому он ведет себя вот именно так. Значит, не обязательно, что молодой человек вас не любит. Он может вас любить. Просто мужчины часто различают духовно и физиологически. И тот типаж девушек, о котором вы говорите, он по факту может означать некий импринт за впечатление для вашего мужчины. И не имеет ничего общего, например, с тем, что он чувствует к вам. Но, если вы будете неуверенны в себе, если вас это будет задевать, если вам будет очень приятно, то... Я думаю, что проблема не решится. Так. Ну, таким образом. Таким образом. Вот. То есть нужно поисследовать здесь ревность вашу. Ваша ревность, вероятно, сравнивание себя с другими. Вот. И, может быть, даже какие-то страхи. Вот. То есть вы пишете в начале своего текста, что молодому человеку наплевать, как он выглядит рядом с вами. В конце текста вы пишете, что вопрос в том, почему он так реагирует на других девушек. Вначале вы пишете текст, что он такой вот грязуля, в конце текста вы пишете, что он часто плохой. То есть тут противоречие. Значит, почему молодому человеку не хочется выглядеть самыми хорошо? Потому что, опять же, зависит от вашего поведения. В том числе от вашего поведения очень многое зависит. Вот. Если вы ведёте себя так, что вот вы взялись целиком полностью его, да, и что вы всё для него, всё для него. Ну, конечно, он, скорее всего, будет вести себя именно так. Вот. То есть тут, ну, без вариантов практически, практически. Вот. Поэтому, опять же, как вас это задевает. И насколько вот ваше восприятие себя, да, зависит от того, ну, от того, как винил себя мужчина. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.